Последние дни затишья на реке Лени. Остались считанные дни до момента, когда она освободится от льда и придут первые суда навигации 2017 года. Речные перевозчики завершили подготовку флота и находятся в нетерпеливом ожидании горячей поры. Подробности в сюжете далее. Предприятия, занимающиеся речными перевозками, делят свой производственный год на два периода – навигацию и подготовку к ней. Оба тесно взаимосвязаны. От того, как зимой будут отремонтированы суда, во многом зависит исход всей навигации. Один из основных перевозчиков и переработчиков грузов, терминал Верхнеленского речного пароходства, проводил эту работу в своем филиале в городе Киринске, где находятся места дислокации флота. Здесь, на слепе Алексеевской ремонтно-эксплуатационной базы, проведены ремонты судов. В зимний судоремонт 2016 года произвели ремонт восстановительного теплохода БТВ-324. Полностью заменена у него днищевая обшивка корпуса, заменен главный двигатель и произведен ремонт внутренней обшивки жилых помещений теплохода. Еще одно судно предприятия претерпело серьезную модернизацию, направленную на уменьшение осадки корпуса. Мелководие и, как следствие, сложная навигация изменили транспортную логистику перевозчика. Было принято решение модернизировать мой теплоход, установить облегченные варианты двигателей китайского производства, вспомогательных двигателей, тем самым уменьшить осадку теплохода, что позволит работать в наиболее сложных условиях при низких уровнях воды. Также в модернизацию вошло утепление жилых помещений, установка нового отопления, санитарные системы. Благодаря руководству все это делается, происходит, хотя очень сжатые сроки, так как навигация уже на носу. Оба судна хорошо показали себя в навигацию 2016 года. Они практически последними вернулись из рейсов и встали на зимний отстой. Теперь, после проведенных работ, их запас прочности увеличился, как когда-то у теплохода Сергей Пахабов, которого вернули в строй двумя годами раньше. Теплоход Сергей Пахабов, прежний его название СК-2060, который более 10 лет отстоял на слипе Осетровской РЭП, был разграблен. Более того, он встал на слип после походов на мелкие реки, был сломан на реке Жуя, у него корпус. Силами предприятия терминалов ЛРП за полтора года этот теплоход был восстановлен, была ему дана вторая жизнь. Мощная береговая база предприятия позволяет проводить самый широкий спектр ремонтных работ. Она состоит из слесарно-механического, котельно-сварочного, столярно-плотницкого цехов, доков и слипов. Работа здесь кипит весь межнавигационный период. Этот затон тихой гаванью не назовешь. Кроме судов, перевозящих грузы, к навигации подготовлены два парома, ежегодно соединяющие два берега. Керенску, разделенному рекой, без транспортного сообщения не обойтись. Проведенные в зимний период ремонта судов позволяют предполагать, что нынешняя навигация для терминала ЛРП пройдет успешно.